Привет, друзья! С вами Киборжик, и сегодня я бы хотел поделиться с вами пятью самыми ожидаемыми обновлениями для Dota 2. Моё мнение, конечно же, субъективное, но если вы хотя бы частично считаете так же, как и я, то поддержите меня лайками. Если вдруг вы хотите высказать своё мнение, милости прошу в комментарии. Единственное, чего я не касался, так это балансировки игры, героев и карты, так как для игры жанра моба эти изменения всё равно бесконечны. На пятом месте калибровка. Если вы хоть раз проходили калибровку, или возможно видели моё видео по ней, то вы знаете, что система калибровки не очень-то и честная. Для того, чтобы получить высокий рейтинг, вам нужно забыть, что такое саппортинг вообще. Главное, когда и дамаг по героям. Даже выигрывать не нужно. Так что низкие и средние рейтинги заполонили игроки пикающих героев, которые вносят много дамаги типа Зевса, Петуха, Эмбера, Темпларки и так далее. Но при этом, эти игроки всячески избегают замесов, где они могут умереть и играют только на свой счёт. Как же у меня горело, когда до фикса Зевса мне попадался такой тиммейт, который после шестого уровня просто стоял на базе и бил ультой. Всё. Что можно сделать? Ну, как минимум, учитывать в калибровке и другие параметры. Например, победили ли вы или нет, отхил героев, активность участия в замесах, установка вардов, в точках для вардов, а не где-то там на базе потыкали. Пусть будет давать оно немножко, но, я думаю, ситуацию немного доизменит. В лучшую, естественно, сторону для саппортов. На четвёртом и третьем месте Аркварден и Питлорд. Эти герои очень давно появились ещё в первой доте. Более того, модели текстуры и анимации уже около года есть в клиенте второй доты. Но Valve почему-то не хотят их выпускать. Так уж у них повелось сейчас выпускать либо одного героя в год, либо переделают парочку. Зато сундуки клепают по несколько штук каждый месяц. Не будем тыкать пальцами в другие мобы, где стабильно каждые пару месяцев выходят новые герои. Что хорошего в этих персонажах и почему я лично их так жду? Ну, во-первых, уникальный геймплей за каждого из них. Например, Аркварден – это ранжовый ловкач, который может создавать полядающие разные эффекты вроде уклонений, замедлений и магического урона. При этом его ульта – это создание копии самого себя с текущим хп и маной. Причём копию может использовать как предметы, так и все способности оригинала. Два медаса, два догона, две шио, по две каждого поля. Ну, в общем, вы представляете себе всё это. Теперь давайте рассмотрим Пит Лорда. Или Абисс Алан Андерлорд, как его прозвали в Википедии для Доты 2. Это герой – лишний силовик, созданный для пуша. При этом он может создавать портал на союзном герое или постройке и телепортироваться туда. Причём вместе с находящимися рядом союзниками. Вы только представьте, какие возможности для командной Доты открывает этот персонаж. На втором месте – система подбора игр. Давайте признаем честно, система подбора игр не идеальна в Доте. А порой даже очень бесит. Особенно это касается рейтинговых игр. Да даже дорейтинговых, помню, я только наиграл первые 300 часов в Дотку. А против меня бросило игрока с 4000 игр. А буз, пати сильных игроков со слабыми? Возможно. Но бесило тогда очень сильно. Да и сейчас тоже бесит. Или на высоких рейтингах, из-за малого количества игроков, бывает разброс до 1500 ММР. Вы только представьте, это совершенно разные уровни игр. 4500 и 6К ММР – это абсолютно разный уровень игры. Или постоянные деграданты в команде. Но тут уже как повезёт. В общем, на эту тему можно жаловаться много и долго. Но лично я вижу пару изменений, которые бы могли исправить ситуацию. Например, опция. Возможность избежать игрока в поиске игр. Да, это довольно спорная опция. Но она бы позволила, как минимум, отсеивать нежелательных игроков. И, возможно, улучшить атмосферу в самой игре. Чтобы она была не очень жёсткой, время действия ей можно поставить, ну не знаю, один месяц. Вы только представьте, целый месяц в поиске никогда не попадётся дебил, которого вы исключили из этого поиска лично для себя. А если это всё улучшить и доработать, сделать список игроков, с которыми не хотят играть большинство людей. И поставить возможность его использовать любому. Как аналог спам-фильтра. Как база для антивируса. Думаю, было бы очень круто. Включаешь такую базу и всё, тебе не попадаются деграданты. И из этого мы плавно перетекаем в самое главное обновление. Итак, первое место. Система наказаний. Да, вот чего точно не хватает, так это нормальной системы наказаний. Лоу приорити. Да это всё фигня. ЛП нужно давать только тем, кто ливнул из игры или не нажал несколько раз подряд принять игру. Система репортов. Да кто сказал, что она нормально работает. После обновлений к реборну, мне кажется, на них вообще забили. Плюс, текущая система наказаний не предотвращает рецидивы. Даже сейчас можно увидеть на 5к игроков, видящих курицами. Только потому, что им не уступили мид. Что тут можно поделать? Из того, что пришёл мне на ум, это аналог репортов и патруля из CSGO. Это самое простое. Множество людей решают, было ли нарушение. А после приходит наказание. И наказание, я считаю, должно быть жёстче, чем сейчас. Вплоть до запрета игры с другими игроками. Если он долбоёб, то пускай играет с ботами. Да, конечно, это можно обойти новыми аккаунтами. Да и Valve не торопится это сделать. Так как для контры им выгодно банить читеров и нарушающих. Чтобы те новую игру покупали. Плюс 10 долларов и так далее. А в доте пофиг. Возможностей много, как исправить ситуацию. Но нужно ли самим Valve улучшать атмосферу внутри сообщества? Это уже другой вопрос. Их больше волнуют новые сундучки. В общем, вы посмотрели 5 самых ожидаемых обновлений Доты 2. Которые лично я ожидаю. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Киборжик. Удачных каток, друзья.